на тему замужества я уже перепробовала разные практики коды но пока нет результата скажите стоит ли мне брать с нг несомненно будет ли она работать в записи дело в том что ваши руки опускаются и это связано вот с чем дело в том что вы очень этим озабочены когда вас это отпустит вы сразу же выйдете замуж также я хочу вам сказать что женщина очень часто не может выйти замуж и дальше очень смешно это выглядит из-за заболеваний желудка гастрита и гельминтов и я когда-то давал уже вот такой вот совет это проверено как только начинаешь женщине лечить желудок она тут же выходит замуж почему во время своего опыта многолетнего я могу сказать что это прямо нонсенс какой-то как только женщине начинаешь лечить желудок если она холостая на тут же выходит замуж и как и случае если это не помогает начинаешь лечить женщине и и там гельминтную противогельминтную программу тоже выходит замуж вылечить глистов несложно существует народный способ он такой очень агрессивный но при этом очень эффективный необходимо взять один стакан сладкого чая зеленого и перед сном насыпать случае если нет у вас сахарного диабета 1 и 2 типа от 1 чайной ложки до 2 столовых ложек сахара и добавить туда две столовые ложки коньяка коньяк сахар очень любят глисты коньяк попадая в тело глиста блокирует его нервную деятельность опьяняет можно так сказать на самом деле не опьяняет а разрушает и гельминты попадая в пищеварительный тракт переставая сосать кровь становится беззащитными к влиянию нашего пищеварительного тракта и благополучно уничтожается за счет там трипсина пепсина за счет соляной кислоты за счет веществ которые выделяются тонким кишечником двенадцатиперстной кишкой и так далее это все начинает расщепляться и вот что необходимо сделать для того чтобы она все а все глисты они токсичны для того чтобы это все не усваивалось и не приводило к вторичному отравлению и ухудшению вашего самочувствия необходимо выпить одну или две столовые ложки касторового масла не запивая водой то есть через 20-30 минут после выпивания такого чая необходимо выпить касторовое масло две столовые ложки не запивая водой после чего уже ничего не есть делать это необходимо 7 дней подряд или подряд каждую ночь в 7 дней и обычно вот за эти 7 дней человек избавляется от всех активных гельминтов которые находятся в организме естественно не рекомендую это использовать детям также хотел бы сказать что есть ограничение в случае если есть камни в мочевом пузыре камни в желчном пузыре то есть сахарный диабет первого или второго типа то использовать данный метод не стоит ну где же другие способы там можно полынь попить и так далее второе лечение желудка ну самый простой способ это применение льна то есть берется столовая ложка семени льна растирается в порошок одна столовая ложка добавляется в стакан теплой воды размешивается и после чего выпивается вот я хочу вам дать оля совет случае если у вас проблема не эзотерическая то она у вас физиологическая поэтому уберите у себя физиологическую проблему заболевания желудка и заболевания глистами и тогда ваши вопросы вот эти будут сто процентов решены конечно в этот момент необходимо наверное сегодня вебинар самый нелепый получается просто очень много людей которые начнут это слушать скажут да этот человек сумасшедший он советует такую чепуху но знаете в этом есть своя доля хорошей такой правды и у меня была такая замечательная подружка оля которая все время меня донимала и говорила что я не могу выйти замуж не могу и что мне делать уже время идет и мама хочет и там дети надо рожать и так далее и после этого прямо во время проведения третьей или четвертой ступени она ходила на ступень и говорит мне андрей андреевич и 10 дней буду пить вот этот чай на ночь с касторовым маслом андрей андреевич благословите я говорю но о чем ты говоришь пик конечно здоровья так вот она это все пропила и после чего вышла замуж за иностранца переехала в америку на сегодняшний день имеет нескольких детей и член гражданка соединенных штатов америки счастливая женщина